Всем привет! Стоило только мне сделать небольшой шорт на тему, какую зарядку для 11 аккумуляторов я считаю лучшим, как Geper C не смогли остаться в стране и тут же выкатили на рынок свой новый продукт, а именно Wu Power W63 или Wu Charger W63, я так понимаю, они еще не определились, как ее называть. Но, тем не менее, это зарядка для 11 аккумуляторов, новая зарядка от Geper C, поэтому предлагаю сегодня посмотреть на нее поближе, благо отличий от уже известного нам в App Store у нее достаточно много. Итак, поехали на стол. Ну и давайте смотреть, что же это из себя представляет. В коробке, кроме самого зарядного устройства, нас встретит еще некий комплект макулатуры, какие-то ссылки и инструкция, инструкция на английском и китайском языках, само зарядное устройство я уже вынул, я им пользовался, и кабель USB Type-C на USB Type-C, не очень длинный, но, тем не менее, кабель нам дают для комплекта. Давайте смотреть на само зарядное устройство. Ну и, как мы видим, очень напоминает нам другое, достаточно хорошо известное зарядное устройство, которым, судя по всему, все-таки инженер и Geper C несколько вдохновлялись. Сегодня мы будем параллельно сравнивать, наверное, потихоньку эти две зарядки, поскольку сложно будет обойтись без сравнений. Но изначально мы посмотрим на саму зарядку в отрыве от всего. Что она из себя представляет? Она из себя представляет вот такой вот прямоугольник с большим экраном, с роллером для управления, кнопкой, 6 портов для зарядки BT.2.0, они же А30, и 6 портов PH.2.0, которые расположены по бокам данной зарядки. Подключать данную зарядку мы можем через USB Type-C с поддержкой Power Delivery 3.0, или же через XT60. Варианта с DC у нас здесь нет, но, честно говоря, он, наверное, не очень и нужен. Габариты данной зарядки 125 мм на 61 мм на 28 мм. Но цифры просто ни о чем не говорят. Если сравнить с уже известным нам в App Store, то это получается чуть-чуть крупнее, чем в App Store, как вы видите. Вес данной зарядки точно так же получается чуть более заметный, чем в App Store. У данной зарядки вес заявлен 161 грамм, мои весы показывают 165,5 мм. В App Store же у нас весит 137 грамм. Немножко, но тяжелее. Если для кого-то это имеет значение, стоит это учитывать. Что нам данная зарядка еще предлагает? Она нам предлагает заряжать как LiPo, так LiHave и LeFerum 1S аккумулятор. Только 1S, естественно. Максимальная выходная мощность у данной зарядки 78 Вт заявлена. При этом мы можем выдавать до 3 Ампер на каждый из ее портов. Точно так же, как и в App Store мы не можем заряжать одновременно в первом, например, порту, как BT.2.0, так и PH.2.0. Нам необходимо выбрать один из двух. То есть мы заряжаем либо BT, либо мы заряжаем только PH. Подключать и то, и то одновременно не рекомендуется в избежании проблем с вашей зарядкой. По входящему питанию она поддерживает от 7 до 26 Вольт. То есть у нас получается, что мы можем использовать как 2S аккумуляторы, так и 6S аккумуляторов, если мы будем питаться через XT60. Ну и, соответственно, точно так же мы можем использовать ее с нашим стандартным блоком питания, который выдает там 20 Вольт и 3,5 А, те же самые 65 Вт. Но если мы хотим использовать ее по максимуму до 3 А на канал, я, правда, не знаю, кто будет заряжать 1S аккумуляторы 3 А, нам потребуется блок питания для подключения к данному зарядному устройству уже на 100 Вт. В любом случае зарядка позволяет работать как от 65, так и от 100 Вт, поэтому на этом мы дальше не будем заострять наше внимание. Естественно, прежде чем делать на нее какой-то обзор, я ей попользовался. Попользовался я ей не очень много, порядка полутора недель, наверное, получается, или даже недели. Поэтому что у нее будет на длинном периоде эксплуатации, я сказать не могу. Но на данный момент я уже примерно понимаю, что она из себя представляет, поэтому давайте смотреть вообще, как она работает. Ее основное отличие от обзора, который я слышал, что некоторым не хватало в обзоре, это то, что у нее 6 индивидуальных каналов. Мы можем на каждой из каналов выбрать, какая у нас здесь батарейка, какой у нас идет процесс зарядки или разрядки, а также выставить для каждой из каналов индивидуальную силу тока. То мне не очень нравится по умолчанию. Я ее сбросил к заводским настройкам. Именно вот в таком вот виде она к вам приезжает, с такими вот настройками она первый раз у вас включится. И что мне не нравится по умолчанию, то что здесь установлено по умолчанию 1 ампер профиль липо. Ну то, что профиль липо, это еще куда не шло, а вот то, что 1 ампер, это, честно говоря, многовато. Потому что если мы берем наши любимые батарейки 1С, например, на 300 махов, то для них следует устанавливать либо 0,3 ампер, если мы хотим заряжать их током 1С, либо хотя бы 0,6 ампер, если мы хотим заряжать их по быстрому током 2С. По умолчанию зарядки, я так понимаю, предполагается, что в первую очередь мы у нее включим батарейки там 550 махов и будем заряжать их сразу током на 2С. Не очень правильно, я бы все-таки предложил их инженерам в прошивке поменять дефолтные значения с 1 ампера на 0,3 ампера. Итак, что мы видим на экране? В верхней строке то, что у нас входящее, это 22 вольта и 27 градусов у нас сама зарядка. И дальше мы видим тайм первый. Один тайм, это значит на первом канале у нас столько-то длится время зарядки. То есть для того, чтобы посмотреть, сколько мы заряжаемся, мы переключаемся на этот канал роллером и можем видеть, сколько идет. Что у нашей зарядки есть еще? При длительном нажатии на кнопку отмены мы попадаем в ее настройки. Здесь нам показывается DC voltage, который можно поменять. Безопасная температура 70 градусов. Уровень подсветки по умолчанию становится 60%. Это нормально для дома, для улицы, не знаю, может быть, будет маловато. Громкость бузера по умолчанию выстроена 20%. Безопасное время 100 минут. Безопасный объем 750 мА. Язык у нас может быть выбран как китайский, так и английский. Сброс на дефолтные настройки, которыми я как раз недавно воспользовался. И, в принципе, все, что мы можем поменять, видим, что версия данной прошивки 1.0.0. Кстати, о версии. Я попробовал подключить ее к компьютеру. Ничего, никакого диска там не обнаруживается. Похоже, что прошивку мы самостоятельно обновить на ней не сможем. А это плохо, потому что в версии 1.0.0, на мой взгляд, есть некоторые проблемы, которые бы следовало поправить. И поправить их можно как раз-таки обновив прошивку. Но как это сделать, вызывает вопросы. При длительном нажатии на роллер она делает пик, но ничего не происходит. Возможно, что-то они хотели сюда запрограммировать, но не сделали, не успели и выпустили ее на рынок в таком вот виде. О том, что это первая версия, выпускали ее на рынок, а не в некоторой спешке, говорит как раз-таки нам разница в названиях. На самой зарядке мы видим VU Charger W63, а как мы уже видели на коробке, мы видим надпись VU Power W63. То есть, с названиями они пытались определяться на ходу. При этом, что значит W63, я, честно говоря, так и не понял, потому что 63, это совсем непонятно. Может быть, 6 каналов 3 ампера, вот это единственное, что мне приходит на ум. 3 ампера, что это такое? То есть, мы можем выбрать для каждого из каналов максимальный ток зарядки до 3 ампер. Честно говоря, для один из аккумуляторов 3 ампера на канал, это, по-моему, овер дофига. Реально овер дофига. Это должна быть у нас батарейка либо полторы тысячи махов, либо те самые три тысячи махов. А таких 1С батареек я, честно говоря, не встречал. И что у нас есть по функциям? У нас есть три типа батареек, как я уже сказал. ЛИХВ, ЛИФЕРУМ и ЛИПОМ. По кругу они прокручиваются. Соответственно, для каждого типа мы можем выставить свой окончательный ток зарядки. Для, например, ЛИФЕРУМа от 3.25 до 3.35, очень маленький диапазон. Для ЛИФЕРУМ предлагаются варианты от 3.75 до 3.85. Ну и для ЛИХВ у нас предлагаются варианты от 3.85 до 3.90. Достаточно узкий диапазон для каждого профиля, но вполне подходящий. Режимы, которые нам доступны, это СТОРАД ЧАРЖ, это ПРОСТО ЧАРЖ и это у нас ДИЧАРЖ. Например, ДИЧАРЖ мы можем для ЛИХВ сделать 3.50. Не знаю, зачем нам нужен режим дичардж такой зарядки. На мой взгляд, вместо режима дичардж следовало бы сделать режим, например, килл. То есть разрядить батку до 350, ну какой в этом смысл? Мы ее легко и непринужденно разряжаем, например, в том же самом нашем квадрокоптере. А вот режим килл был бы, например, более полезен, потому что все-таки один из батки дохнут достаточно часто. Если мы хотим их по-правильному утилизировать, то предварительно их, конечно, следовало бы разрядить полностью. Не вижу особого смысла в режиме дичардж. При этом, например, для липошного профиля дичардж это 3.40, меньше мы не можем выставить. При этом мы можем разрядить ее до 3.10. Странный режим дичардж, который на самом деле, наверное, нам не нужен. Ну и лиферум это 2.50, но вот это самое минимальное, до сколько мы можем разрядить наш аккумулятор. То есть мы можем выставить режим лиферум, поставить сюда нашу батарейку и она хотя бы до 2.50 разрядится. Но все равно это маловато. Вместо режима дичардж я бы все-таки им рекомендовал в следующей прошивке поставить режим килл. Разрядка до абсолютнейшего нуля. Ну и, соответственно, для режима чардж по умолчанию для каждого профиля тоже есть свои преднастройки. То есть для ЛИХВ у нас выбор от 3.85, то есть от режима хранения до 4.35 максимально. Для ЛИПО у нас от 3.80 до 4.25. Чуть-чуть больше, чем рекомендовано для обычного ЛИПО. Ну и, соответственно, для лиферума от 3.50 до 3.65. Итак, режиму мы посмотрели 3 штуки. Выбираем, ладно, по умолчанию чардж. И ток зарядки, который нам может обеспечить, это от 0.1 А до 3 А. 3 А, как я уже говорил, это очень много, но тем не менее 3 А здесь нам доступно. При этом для режима разрядки у нас доступен ток от 0.5 до 0.5. То есть разрядка всегда производится током 0.5 А, как бы по-другому вы не хотели. Насколько я помню, тот же самый WebStore нам позволяет разряжать током 0.3 А, то есть тут мы будем батарейки разряжать чуть-чуть быстрее. Не знаю, как это разряжено в прошивке, но предполагаю, что теми же 0.5 А мы будем переводить батарейку в Storage. Если она у нас была заряжена целиком, мы ее не отлетали, и вот мы ее загоняем в Storage от полного, тогда, я думаю, она будет разряжаться током 0.5 А. В вашей настройке она не запоминает. Как только вы меняете профиль, она снова подтягивает настройки, которые у вас были раньше. Например, вот у нас было 3.90 LHV до Storage, мы нажимаем применить, возвращаемся сюда же, снова выбираем, например, LHV и получаем снова 3.85. Ну и итог, соответственно, нам каждый раз необходимо сменить, если мы переходили через режим DeCharge. Есть, есть некоторые еще проблемы в прошивке. Прошивку, к сожалению, поменять, я так понимаю, нам самостоятельно не получится. Ждем версии следующей, со следующей версией прошивки. В остальном же, если вы внимательны, то с этим у вас никаких проблем не возникнет. Предположим, что у меня все-таки LHV аккумуляторы, которые я буду заряжать током 0.3 А, как бы вы ни старались меня убедить в обратном. Теперь мы можем выбрать, для какого из шести каналов мы будем это использовать. Вот мы заходили в меню на первом канале, можем выбрать еще дополнительно второй и, например, третий. После этого применить. Вот у меня первые три канала поменялись на LHV 0.3 А, при этом 4, 5, 6 остались LiPo 1 А, как и было. Точно так же мы можем поменять это для всех каналов, например. Нажать применить, и вот оно все сменилось. После чего уже можно приступать к самой зарядке. Что мне не очень нравится здесь, то что у зарядки нет момента старта. То есть, вот вы ее включили, выставили какие-то параметры, или даже не выставляли, вот как она включилась, так она и есть. Все, в этот момент она уже работает. То есть, мы включаем аккумулятор, зарядка пошла. Мигает красная лампочка, показывая о том, что здесь идет зарядка. Вынимаем аккумулятор, зарядка остановилась. А цвет лампочки, которая там мигает, нам показывает текущий режим. То есть, например, сейчас будем заряжать ее до сториджа. Током опять-таки все-таки 0.3 А, не надо мне скидывать это на 0.5. Выбираем, вставляем, пошло. Сейчас замигает желтая лампочка, как видите. Лампочка, мигающая в какой-то ячейке, показывает нам, какой именно режим работает. Здесь есть три этих самых цвета. Это красная зарядка, желтая сторидж и черная разрядка. Что мне еще не очень нравится, в скупе с тем, что у нас можно выставить разные режимы на каждую ячейку, это то, что мы не видим, какой режим на данной ячейке в этот момент установлен. Например, если я сейчас воткну в шестую ячейку какую-то батарейку, я знаю, что там профиль ЛИХВ 0.3 А, но что с ней будет происходить, я не знаю. Потому что здесь никаким образом не показан текущий установленный режим. А с учетом того, что здесь нет режима включения, то есть как только мы воткнулись, что-то начало происходить, то мы об этом узнаем только когда замигает лампочка. Вот у меня, например, на этой ячейке был режим зарядки, и она пошла заряжаться. А я хотел, наоборот, например, разрядить. Не очень удобно. То есть, если мы можем уж управлять цветами, а как видите, у нас профиль ЛИХВ, например, подсвечен красным, профиль ЛИПО подсвечен там другим цветом, то сделайте, например, номер ячейки, чтобы он просто был не черным, а в соответствии с тем цветом, который режим установлен. То есть, например, пусть будет номер ячейки в красном, это значит, что здесь на этой ячейке у нас пойдет зарядка. В желтом, что здесь пойдет сторож. В черном, да, пусть останется это для дичарджа. В этом случае все будет хорошо. Еще момент. В инструкции написано, что по окончании процесса зарядки и разрядки как можно быстрее извлеките аккумуляторы. Связано это с тем, что зарядка не останавливается на данной ячейке в тот момент, когда она достигла необходимого значения. То есть, вот сейчас у меня подключен аккумулятор, и он постоянно то заряжается, то разряжается, чтобы поддерживать вот те самые 3.85 на ячейке, как было сказано. Это похоже на трикл чардж, но это не трикл чардж, поэтому действительно после окончания стоит вытащить аккумулятор, дабы вот не гонять туда-сюда. Индикация окончания зарядки у нас здесь звуковая. Она пищит, показывая нам, что в какой-то ячейке зарядка, разрядка или сторож закончены. А чтобы понять, в какой именно ячейке это произошло, нам необходимо посмотреть на экран, и мы увидим, что здесь прекратит мигать вот эта лампочка. Пока лампочка мигает, процесс еще идет. Лампочка горит постоянно, значит процесс закончен. Из этой ячейки можно батарейку вынимать. Что еще можно сказать про данную зарядку? То есть, за исключением того, что нет режима старт-стоп, которого, честно говоря, мне немножко не хватает, то, что не подсказано, какой именно режим выставлен для каждой из ячеек, это немножко раздражает, это следовало подправить прошивки. В остальном же зарядка явно сделана с учетом того, что людям не хватало в том же самом Вупсторе, потому что, например, у Вупстора были проблемы из-за того, что PH20 и BT20 располагались рядом, люди навстыкали батарейку не в тот разъем, получали КЗ, там, например, сжигали порты. Здесь как раз-таки они это предусмотрели, разнесли порты по разным сторонам, случайно PH20 в BT20 и наоборот вы не воткнете. Почему я так часто упоминаю Вупстор? Ну, помимо того, что данная зарядка действительно заняла свое место в рюкзаках всех практически вопогонщиков, и все-таки EPRC явно смотрели на Вупстор, когда разрабатывали свой продукт, и это связано не только с внешним видом и с функциями, которые они старались как раз-таки добавить, тех, которых не хватает людям в Вупсторе, но и с ценой. Данная зарядка стоит примерно в ту же самую цену, что и в Вупсторе. Если я правильно помню, Вупстор она стоит что-то в районе 32-35 долларов, эта зарядка стоит точно так же. Поэтому однозначно могу предположить, что EPRC пытаются конкурировать напрямую с Вупстором и сдвинуть его немножко с рынка. И у них это вполне бы, может быть, даже смогло бы получиться, даже не взирая на то, что она чуть больше габаритов и чуть больше веса, если бы они добавили возможность обновления прошивки. Все баги, все недочеты, которые я сейчас здесь назвал, которые, на мой взгляд, меня не устраивают, и, возможно, кто-то со мной тоже согласится, что это может быть не очень удобно, все эти баги и недочеты можно было бы решить обновлением прошивки. Но прошивку я не нашел, как обновлять. Похоже, что, по крайней мере, вот в первой версии этих зарядок режим обновления прошивки отсутствует. И это печально. В остальном же, если вы ищете себе зарядку для один из аккумуляторов, то вот, пожалуйста, теперь у нас на рынке есть не только Вупстор, теперь у нас есть еще и, в принципе, достаточно похожий конкурент, который имеет чуть больше функций, чем Вупстор, который имеет больший экран, красивый экран, позволяет вам вставлять то, что вам необходимо использовать поканально. Единственное, что если Вупстор вы всегда использовали, например, DC-коннектор, то здесь как раз-таки DC-коннектор нет, вы ограничены использованием USB Type-C или XT60. Ну и чисто визуально, честно говоря, да, как бы там Вупстор не был хорош, в Гепр-С сделали визуально продукт достаточно симпатичный. То есть он мне нравится, невзирая на то, что он у меня вызывает ассоциации с каким-то олдовым мобильным телефоном. Напоминает телефон со стороны, просто вот не могу. Ну и подводя итог по данной зарядке, что можно сказать? Я отложил Вупстор в сторонку, стараюсь использовать только Гепр-Сишную зарядку. Посмотрим, как она поведется на длинной дистанции. Все-таки продукт достаточно новый, продукт, возможно, еще сыроватый. Но, кроме претензий к софту, вот к этим недочетам прошивки, про которые я уже сказал, по технической стороне у меня к ней претензий нет, работает она вполне нормально. Если вы рассматриваете вариант приобретения себе зарядки для 11 аккумуляторов, то вполне можете посмотреть и вот на этот продукт. Возможно, он тоже вам подойдет. Ну а на этом все. Всем спасибо, кто посмотрел это видео. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, пишите комментарии. Всем счастливо и всем пока!